То есть по потерянному локомотив впереди Витязя, ну и вообще очень-очень многие команды до сих пор претендуют на попадание в восьмерку здесь. Мимо, мимо ворот, хороший, отличный силовой прием сейчас в исполнении Михаила Башнина. Ну и собственно, таким образом атака была остановлена, однако переход из неудобной руки, бросок, шайба в воротах, бессилен был колесник. Слишком уж неожиданную свинью ему партнеры по команде подложили, что называется. И 1-0 счет становится, Витязь воспользовавшись ошибкой. Вот этот пас длинный, но неточный. Плотников хорошо ставит корпус, очень здорово себя проявил он за сборную в играх. Плотников почти разобрался с Сятри, но почти не считается как водится. И Плотников там еще отвечает Королеву, который ему, собственно, и не позволил в этой ситуации. Галимова, но чуть-чуть выше ворот шайба уходит. В дальний верхний угол целил, а вот здесь есть момент для броска. Галимов! 1-1! Дожал в одиночку, можно сказать, соперника. Очень нацелен на ворота в этом матче, что уже дважды нам продемонстрировал. И вот в третьей попытке штурмует буквально ворота соперника сейчас Локомотив. На пути разогнавшегося поезда только одна преграда Сятри. А вот уже и преград нету. Блестящий бросок в касании удается Андрею Локтионову. 2-1! Счет становится. Локтионов, по сути, уже в падении. Находясь, этот бросок нанес по воротам соперников. Противоход получился Сятри. Но произойдет окончательно. Хорошая передача. Локтионов не меняется. Еще Локтионов! Блестящий гол! 3-1! Четвертая шайба. В четырех матчах зал Ярославский Локомотив у Андрея Локтионова. Отличная работа. Классно все сделано. И пять набранных очков у него уже. Сольный слалом. Правда, без броска получился. А вот теперь бросок в ближний угол. И Колесник пускает, конечно, очень нестандартную шайбу. А гол на свой счет записывает Никита Выглазов. Вот это да! Не было здесь положения вне игры. Отличный слаломный проход. Троих соперников стянул на себя. Отдал на Выглазова. Но, правда, и не сказать, что Выглазов какую-то убойную позицию имел. Да, был чистый лед перед ним. И, конечно, шайба очень и очень необычная. И, безусловно, она на совести Галкипера. То есть, вот теперь по периметру расставились. 35 секунд есть на большинство еще у Локомотива. Бросок мощный. И шайба в воротах. Своим же был закрыт сейчас Харри Сяттери. И Коуплэйта 14-я шайба в этом чемпионате. Он становится единолично лучшим снайпером своего коллектива. И у него 22 набранных очка. Он подбирается к Егору Аверину в поре лучших бомбардиров в этой команде. Еще раз. Ну, нет, все-таки не своим. Здесь Термер находился. Татируемый, как свершившийся факт. Теперь уже абсолютно точно. Локомотив одерживает третью свою победу. Харри Адон в этом чемпионате и впервые в этом сезоне. И в предсезонке, собственно, впервые обыгрывает команду из Подоска. 4-2.